Сколько раз я этих чашек переписала, просто невероятное количество, и сколько вот так не работают, вот надо его поперек. Так, чего я думаю тут, блички вот эти, они не работают, вот так вот, чтобы, ну как бы, если, может быть, доводить сделанность там до голландского, натюрморта, то, наверное, она при всех, при всех там других тонкостях, наверное, она заработает когда-нибудь. А если вот в такой импринестичной манере, то, чтобы его было видно, вот его кладешь так, ну вот он не блестит, а вот так кладешь, блестит. Я же говорю, что ж это этих, я на этих чашках собаку съела уже. Надо нам вот эти диагональки здесь наметить, без них уже нам будет грустно, да, пусто. Куда-то исчез носик. Я к нему прицепилась, и чтобы к нему не цепляться, я его стерла. Уничтожила, да? Потом еще раз написать. Понятно. Чуть-чуть я бы, вот сейчас он весь уже разложился, нам дальше нужно будет немножко, тут не обязательно прописывать все цветы, и вообще это всегда так работает. Два цветочка сделал, остальные кажутся законченными. Если, конечно, ты не Сверчков, которого мы смотрели в «Третьяковке». А? Боговытина. Вот. Поэтому теперь мы можем немножко вернуться, как бы чуть-чуть в начало. Мне вот хочется его подсобрать. А подсобрать в каком плане? Смотри, вот все мы расставили, уже все тут даже, вот чашечка практически готова. Даже то, что она такая немножко кривая, это, в принципе, так харизматично получилось. Как у Жуковского, да? Падает чашка, ну и что в этом пасхальном нациуморце? Такой красивый. Вот, что я имею в виду. Немножко объединить. Вот здесь, например, четко пятно. Оно прям вот так больше работает. Если не обращать внимание на все детали, то у нас вот тут собирается тон. И тут надо будет ручку, да, вернуть или сделать, потому что была она не была. Синяя краса. Синяя, да? Угу. Она здесь нам хороша по пятну, выгодно ее определить. И тут чего? Тут тоже можно немножко этот тон подсобрать. За чашечкой. За кувшинчиком этим. Красивый цвет. Немножко сбить касание здесь хочется, да. И, может быть, чтобы заработали вот эти оранжевые, наверное, можно немножко спокойнее этот тон нам здесь, цвет взять. А оранжевые? Ну, оранжевые хорошо, но они теряются на вот этом немножко фоне. Чуть-чуть его так спокойней. Вот немножко меня... Сейчас вот этот тон, он смотрится немножко тяжеловато. Но я подошла, хотела его взять легче. В принципе, он получается, что... Не сказать, что он неправильно взят. Наверное, надо еще интенсивнее набрать где-то темные, которые здесь у нас есть, между цветами, вот здесь. А потом тогда уже посмотрим, как он так. И тут границу тоже чуть-чуть спокойней. Ее размываем. И уже внимательнее просматриваем цветы. Вот эти, например, они работают тем, что горох красиво читается. И его можно даже еще более декоративно просмотреть. Вот ты поставила эту тычиночку. И вокруг нее собрать контрастик, чтобы она еще лучше, выразительно читалась. Так, в общем-то, там так и происходит. Чтобы они у нас выразительно заработали кружочками красивыми на всем этом фоне. И здесь тоже. И вокруг нее рыженьким собрать. И получатся такие декоративные красивые элементы. Немножко, надо, наверное, чуть-чуть точнее найти плоскость. Сейчас издалека он не совсем понятно, на какой плоскости стоит. Чуть-чуть ненавязчиво. Я думаю, что можно немножко повыше вернуть. Потому что здесь только будет много пустого. И нам невыгодно забирать у этого угла еще больше плоскости. Не столько его там писать и делать, сколько просто проследить. Найти, обозначить. Вот здесь надо будет это заполнить. Так, тут уже у нас пусто. Закрасить вот эти белые. И смотрите, получилось так, наверное, нечаянно. Здесь вот так, а здесь вот так. И оно как будто зеркало. Надо будет пошире кисточкой здесь, в другую сторону это перемахнуть. Здесь оно может быть актуально, потому что направление стола, этих полосок. А тут наоборот, в другую сторону, чтобы не было зеркального повтора. Вот. Вот это как решать все-таки? Тоже какое-то... А оно неплохо смотрится. В общем-то, пока нормально. Пока нормально. Хочется немножко более... Ну, чтобы здесь внятность появлялась. И внятность, и как более... Точность. Ну вот, например... На мой взгляд, он вполне может быть. В зависимости от того, что тут у нас появится. Возможно, что он даже будет очень хорош. Вот, например, чашечку можно чуть более декоративно... Цветнее подать. Он немножечко дохловат в цвете. Причем некоторые кусочки по цвету очень красивые. Вот этот, например, вот этот оттенок. И нам надо какие-то отдельные моменты зажечь поярче. И они тогда, вот эти все сложные цвета, превратятся в красивые оттенки. И чуть точнее их, декоративнее поискать. Какие-то фрагменты. Чтобы другие какие-то мохнатые, пушистые куски, они тогда заживут в более интересной жизни. Получается, у нас сейчас как бы все мохнатое. И из этого мы должны выбрать то, что мы можем привести к большему порядку и к большей декоративности. А что-то оставить такое, растрепыша. Так, я буду, наверное, вот эту чашечку... Ой, не чашечку, а булечку. Чуть-чуть оно как будто бы вот так поднялось просто по рисунку. Чуть-чуть отсюда опустить. Это несколько излишне желто. И он оттуда будет бличком. Аккуратненько работать. То есть тут мы прям ему подкрасили, подкрасили, а тут раз, и надо вот этот... Сейчас я последний мазочек положу. Чуть-чуть его чище в цвете. Чтоб синий красиво заработал. Он тогда тоже вот эти все зеленоватые, ахристые всякие штуки, он очень красиво зажжет. Чтобы в нем, чтобы не было зеленых. А он был... Он больше в фиолетовую сторону весь отклоняется, не в зеленую. Его надо будет хорошо почистить. И он тоже вот издалека, смотрите, если мы отойдем, он нам... Немножко блестит. Он нам красиво зажигает вот эти все теплые. А из-за того, что он был через зеленое, он как бы... Как бы везде примешалась немножко зеленая краска. А нам надо тепло-холодность эту создавать, искать. А у нас же, в принципе, к ультрамарину дополнительный цвет. Это желтый, ну, к голубому-оранжевому. К ультрамарину уже он холодеет, да, желтый цвет. И все желтое, все ахристое, ну, и оранжевое туда же, оно все будет как раз-таки набирать свою мощь, потому что у него есть здесь хорошая противоположная краска. Ну вот, в общем, давайте, да, на сегодня все. Спасибо большое. В голове, например, флоксы у него, да, эти, они прямо у него там вот найдены, вычерчены, да, в этой каше, каша-каша, а потом некоторые моменты, вот прям, вот он как бы очень хорошо это здесь сделал, они поэтому у него такие яркие и читабельные. А плюс, если бы, например, он там что-то более живописно заложил, то они вообще очень круто смотрелись, как раз декоративные, она, мы можем это вот использовать в, где-то, это мы говорим про работу, где-то чуть более внимательно их проследить, ну, как бы, вот более примитивно, более примитивно выражая их форму. Что такое этот цветочек? Это кругляк с горошинкой посередине. И мы его так вот и мыслим. Аня, я знаешь, что ты думаю? Он хорошо продвигается, красиво. Мне вот не хочется ли тебе где-нибудь такую глухоту сделать? Мне вот она видится прямо за синим чайником. Вот там, как она, как выходит на эту ДВПшку, монотонность такая. Мне кажется, она при таком раздолбанном, в принципе, при такой раздолбанной постановке, вот как у нас получилось, вот эта пустота, глухота, она, мне кажется, прямо вот как забор в каком-то месте, прямо ее покрасить. Спасибо. Продолжение следует...